В Актобе автовладельцы стали жертвами скандальной финансовой пирамиды. Три года назад они купили машины, но оказалось, что транспорт проходит в качестве вещдоков по громким уголовным делам. Гарант 24 ломбард, выгодный займ и ряда других. Сомнительные авто тут же изъяли и теперь есть риск, что их вернут прежним владельцам, которые считаются потерпевшими. Оформили через спецсон. Никаких напоминаний ломбард или еще что-то не было. Приобрели мы ее в 2020 году в январе. В мае этого же года у нас ее забирают. Месяц стоит на штрафстоянке машина. Забрали ее под сохранную расписку. Но опять же, три года с лишним уже время проходит. Мы не можем полноценно распоряжаться своим имуществом. И как-то не очень охота отдавать свое имущество, которое куплено были за честные деньги. Машины горожане купили почти три года назад. Говорят, объявления нашли на популярных сайтах. Автомобили привлекали своей ценой и качеством. И все казалось было законно и без малейших намеков на аферу. После сделки транспорт без проблем зарегистрировали на новых владельцев. Но неожиданно выяснилось. Приобретенные машины проходят по делу о финансовых пирамидах в качестве вещдоков. У многих авто забрали на штрафстоянку и неизвестно, вернут ли обратно. Самих участников и организаторов финпирамид уже осудили. В конце лета прошлого года они получили от 7 до 18 лет. Но что будет с арестованным транспортом еще непонятно. На них теперь претендуют прежние владельцы, обманутые аферистами. Спор должен был решиться в гражданском суде. Но прокуроры несли протест, согласно которому все имущество необходимо вернуть прежним владельцам. Мы просим, чтобы приговор Ахтюминского суда, суда города Ахтюбе, номер 2, оставили без изменения. И вот судьбу этих вещественных доказательств решали в гражданском порядке. Часть оставили по принадлежности у добросовестных приобретателей, то есть у его законных владельцев.